Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие ютюберы! Сегодня я вам расскажу о том, как менять тормозные роторы, тормозные колодки, то есть накладки PADS. Break rotors, break pads. Значит, вот какой инструмент нам понадобится, чтобы это все осуществить. Ключ на 22, ключ на 14, отвертка молоточек, ротор, накладки, трущиеся части с нержавейки, потому что мы делаем хорошую работу, а не просто абы какую. Вот эти вот резиночки, все поменяем, новую смазочку запихаем, и у нас все будет работать долго и счастливо. Вот, я предварительно все это послабил, открутил, чтобы не тратить лишнего времени, и сейчас буду снимать. Значит, снимаю это все дело, это ключ на 14. Снимаем вот эту вот калибр, суппорт, наверное, по-русски. Не уверен. Ну, в общем, значит, я вытащил скобочку оттуда, потому что я буду менять передний страт, амортизатор, и пружины. Мы будем укорачивать это все на полтора инча, и делать немножко ниже, немножко лучше. Но это уже совсем другая история. Значит, все у нас должно быть в чистоте, все хорошо. Так, значит, вытаскиваем вот это все старое. Роторы портятся от того, что они перегреваются. А перегреваются они от того, что вот эти части, вот эти части, они не двигаются. Видите, они замерзают, и туда-сюда не ходят. То есть они, вот это еще ходит, а вот это не ходит. То есть она застывшая. Что это значит? Постоянно, немножко в прижатом состоянии находятся роторы. Они нагреваются. Вы долбите по тормозам, они становятся в каком-то месте, остаются такими же, и в каком-то месте они становятся тоньше. И у вас потом вот так вот калопер, вот эта штука, начинает... Ну, давление то меньше, то больше, то меньше, то больше. То есть потому, что оно все время в натяжке, его толкает. Значит, кого его, одну там колодочку. В общем, калопер перегревается, его клинит иногда от этого всего. Тормоза тоже не очень хорошо работают, потому что неравномерный износ, появляются всякие выработки. В принципе, я смотрю, ротор не такой уж и плохой. Но, к сожалению, я не сделал, как было до, вот проехаться и все такое. Машина, в принципе, в хорошем состоянии, она 2007 года. Значит, вот эти вещи еще вот здесь есть такие. Вот они, видите, старые, и их никто сервис не делал никогда. То есть тот, кто делал это до этого, скорее всего, что закинул туда новые колодки и ничего не сделал. То есть они вот в таком вот состоянии плачевном. Они тоже здесь, колодочки ваши застревают, вот тут вот, накладочки. И тоже нет свободного хода. А вот у этих, но это спортивные. А вот у этих. Ход есть свободный. Здесь нет вот этих выемок. Так, сейчас вот так вот. Ага. Пардон. Выемки есть, но... Ну, они все гладкие. Вот я что имел в виду, это все здесь гладенькое. Вот. Может быть, это когда-то было гладкое, но это не нержавейка. А вот это нержавейка. И она всегда будет гладенькая. Хорошо. Едем дальше. Значит, чтобы снять ротор, нужно открутить вот эти гайки на 22. Они довольно-таки крепко закручены. Поэтому... Некоторый раз здесь бывает или розовая, или фиолетовая такая штука. Называется лактайт. Мазать здесь... Мазать этим лактайтом. Лактайт это... Лак это замок. Тайт это затягивать. То есть, чтобы не открутилась гайка. Синяя такая, может быть, или... Ну, вот что-то, как вот краской раньше делали, чтобы оно не раскручивалось. Современные машины в основном используют хорошие металлические болты. Они редко ржавеют. Ну, и поэтому не надо их макать в смазку, потому что они могут раскрутиться. Хорошо. Поехали дальше. Значит, снимаем. Второй болт. Я как можно делаю содержательнее это видео. И как можно... Вроде как оно немножко, может быть, и нудное покажется. Но я хочу сделать, чтобы все вы знали, что, как, к чему и почему. Хочу все уместить. И как можно меньше монтажа, потому что, к сожалению, нет на это времени. Значит, вот мы сняли это все. Что мы делаем? Вот эту штуку, где сидит эта железочка. Это, конечно, все мусор. А вот здесь вот иногда появляется ржавчина. И она задавливает эту ржавчину, эту железку. То есть, колодочки ваши будут в зажатом состоянии. Здесь обязательно нужно почистить железной щеткой. Даже иной раз я это делаю напильником, чтобы счистить все. Потом я это или крашу, или смазываю какой-нибудь синтетической смазкой, чтобы не ржавело. Накладываю новые вот эти детали. Хватает на очень долго. То есть, до следующего ремонта это хватит. Значит, вот эти штуки внутри, они часто очень... Здесь уже смазки практически не осталось. То есть, здесь должен быть свободный ход. Вот эти бушинги, резиночки вот эти, а их надо менять. Потому что, если она лопается от старости... Я, как говорю, это машина новая, но мы поставим новые. Гораздо лучшего качества. Вот эту нам... Вот она, еле-еле выходит. Все-таки вышла. Опять же, машина новая. Еще бы годик, и она бы там примерзла. А вот эта вот внутри резиночка, она опухла, наверное, скорее всего. И мы поставим туда новую резиночку. Вот такую, которая не опухшая. И которую не разжала. Чтобы свободный ход был у нас хороший. То есть, когда мы снимаем ногу с тормоза, у нас все это отжимается. И нет никаких проблем. У нас ротор не перегревается. Хорошо, едем дальше. Немного о роторах и о пэдзах. Значит, мы сюда ставим ротор спортивный. Дырочки. Чтобы для охлаждения отсюда выбрасывается вода. И ненужная пыль тормозная. В общем, вот такой вот ротор. Фирму я говорить не буду. Их масса. Если бы заплатили, я, может, фирму и сказал бы. Ну, то есть, фирма, если бы заплатила. Хорошо. В основном я это делаю, видео, для того, чтобы помочь людям. И, ну, если, конечно, можно экстра деньги заработать. Ради бога, пожалуйста. Я могу для рекламы тоже сделать. Как и мы все, наверное. Ну, в общем. Значит, вот эти вот, вот эти вот колодочки. Они керамические. Но это не просто керамическое, как стекло. О, эта фирма, эта фирма очень классная. Которой я очень сильно доверяю. Здесь вот, видите, очень мелкая вот эта всякая пудра. Здесь и медь присутствует. И я думаю, что композит вот этот очень... Короче, когда надо, вам остановится эта штука. А они остановятся. Очень-очень хорошие колодочки. Ну, в общем, эти накладочки. Значит, что мы делаем? Снимаем. Снимаем ротор старый. И выбрасываем его. А новый ротор ставим вот сюда. Значит, еще, ребята. Перед тем, как вы будете ставить любой ротор, самый крутой, самый классный, вот это место нужно мыть растворителем. Потому что вот здесь вот вроде как и нету. Но все равно, может быть, и есть какое-то маленькое, но напыление. Скорее всего, это какой-то лак или какая-то это смазка. Какое-то, в общем, то, что нам не нужно. Это делается для того, чтобы они не ржавели. Эти, я заметил, что не ржавеют даже тогда, когда их используешь пару лет. Если и ржавеет, то совершенно немножечко. Вот. А все остальное, как бы, вот это, не ржавеет, как в обычных роторах. Надо это все стирать. Все это надо взять тряпку, растворитель, все это тщательно вымыть. С этой стороны и вот с этой стороны. То есть поверхность там, где это все будет тереться. Потому что вам не надо, чтобы налипала пыль на это все нагретое и царапало ваш ротор. Этого надо избегать. То есть нагретье, вот этот хит, температура, это враг всего. Враг двигателя, враг трансмиссии. Враг, абсолютно враг всего. То есть деформация происходит и выработка сильно. Ставим ротор и все делаем в обратном порядке. Ставим вот эту штуку. Все тут вычищаем, смазываем, все делаем, в общем, как я уже говорил. Все это затягивается по спецификации, сколько тут надо этого торка, как сильно, ничего срывать не надо. Здесь довольно-таки все хорошо сделано. И вот такая вещь. Значит, я сейчас буду делать еще видео на вот эти вот штуки, на пружины и на вот этот амортизатор. То есть это Strat, это Spring. Хорошо? Вот, быстренько давай покажем. Вот они наши новые пружины. Подожди, я сейчас хочу фирму закрыть. И у нас есть еще вот это задний, вот это передний. Будем делать это съемка и поставка тоже. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующем ролике. Привет, здравствуйте все. Значит, снимаем пружину, верхний блок я открутил верхнюю гайку. и, в общем, я сейчас подтер и создал напряжение на пружине. В общем, я сейчас буду поднимать и это все будет расслабляться и мы таким способом снизим пружину. Поехали. Хорошо. У нас давление, но пружину мы расслабили, то есть она уже не выстрелит и все будет нормально. Значит, подвязали калипер на 5, чтобы шланги не порвать. Вытаскиваем болты. Раз. Вытаскиваем второй. Ребята, будьте осторожны с пружинами, потому что у них очень сильное напряжение. Даже мне сейчас немножко очково. вытащили болты, протянули, там вот она какая стала длинная. То есть, знаете, ребята, что если вы будете просто без присутствований или без лифта это делать, то она может так дать, мало не покажется. Надо всегда быть очень осторожным. Особенно с руками. Почему? Потому что чтобы потом вот так вот не было. Видите? Вот так вот. Пальчик такой номер один. Вот. В общем, сняли. И обратно назад вставим туда вот эту пружину и вот этот страт пауза. Значит, вот у нас если сравнить эти пружины, видите, они количество витков. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь количество витков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти ниже, а эти выше. Я просто немцев не очень люблю. А это немецкие. Качественные вещи делают сволочи. Ну, что поделать? Да, нам бы научиться не мешало. Ну вот, эти уже пожестче, эти помягче. Нарисит витков тоже. Ну, сказали, что будет комфортно. Вроде как такой же, чуть пожестче, а эти все равно постарше и послабее. Вот. Так, еще одну вещь хотел проверить, насколько это все дело работает. Ага, амортизаторы. Вот, еле-еле вылазит. Ну, вот, что-то какая-то жизнь в нем еще есть, конечно. Но он, в принципе, уже при смерти. его уже вот так вот. То есть, ну, можно сказать, что он мертвый. Конечно, это уже все. Пауза. Вот у нас новый страт. Хочу его разжать для сравнения вот эту штуку снять. вот наш новый страт. И этот новый страт у нас налазит, то есть, рукой его трудновато задавливать. вот он как у нас лезет. То есть, еле я его могу остановить. Конечно, смогу, но не так, как который был здесь раньше. Не такой, как старый. Разница очень большая. Процентов, наверное, на не если попробовать этот, я даже вот спокойненько на нем гайки нету ничего. Вот, нужно одним пальцем остановить резинцем. а этот нет, тут пальцем даже толстым не останавливается. Вот он как. Этот лезет еще, там этот уже вылез. То есть, это о чем говорит? О том, что будет работать, он будет только лучше работать. Газ. Вот. То есть, с этим амортизатором будет, конечно, машина приклеена к автотрассе. Пауза. Вот, мы перекинули, значит, вот эту резиночку, потом поставили сверху в паз, ну, в пазик так называемый, новую пружину. Насчет витков хотел добавить, что пять витков, они просто сделаны по человечески. то есть, это не просто обрезанные пружины, потом, чтобы машина колом не стояла и все прочее. А тут, как бы, и комфорт соблюдается, и надвеска, конечно, будет лучше работать, и на остальную ходовую не будет влиять. То есть, просто она жестче, и, конечно, от того, что новая жестче, и от того, что более продуманная жестче. в общем, приятно работать с новым, конечно. А так, по-топорному, если надо было пилить ее, и потом, так сказать, все бы там скрипело, вопело, и, да, конечно, это не дело. Ну вот, заплатили денежку, и сделали нам не простую, а фиолетовую. В основном здесь можно сделать натуральной мощью, ну то есть, приподнять это все дело, оно все укорочено, здесь очень удобно вставлять. Вот, раз, да, раз, один, и второй уже будет, конечно, очень легко вставлять. Ключ на 19, ключ на 18. Красота. Затягиваем все как положено, как вас спрашивает об этом изготовитель. Ну, можно и затянуть, и потом еще чуть-чуть, но так, чтобы голову гайки не свернуть. Вот так вот. Перетягивать не нужно, лучше намажьте краской, у кого что есть, чтобы оно просто не разболталось. Перетягивать, верблюжий сок выжимать из болтов не нужно, потому что могут лопнуть в процессе использования. Всегда нужно об этом знать и помнить. Верхнюю гайку, нижнюю гайку страта, потом подтягиваем по спецификациям. Как там нужно по заводу-изготовителю. Итак, хотел еще одну маленькую деталь, очень важную. здесь вот эти вот ушки такие, они вставляются вот в эти закругляшки, я не знаю, в эти скобочки что ли. Они разжимают эти колодки, накладки тормозные. Когда вы тормозили, оно сжало, а потом оно помогает их отталкивать. Здесь до этого не было так. Всегда должен свободный ход быть. сейчас еще пока калипер я не сжимал, я бы проверил, он нормальный. А вот на этой стороне могу вам показать, что видите, вот она. Никогда ее туда не засунули внутрь. поэтому здесь на некоторых машинах этого нет. Оно в принципе и так может работать, но это дополнительное что-то, что их разжимает, чтобы не было перегрева. Вот. Ну вот в принципе такая вещь. То есть тот, кто ставил эти накладки до этого, он видимо не знал, что надо вставлять. Или просто не вставил, потому что не хотел возиться, ну или чтобы ему побыстрее приехали, потому что износ идет от этого больше. Ну вот в принципе вот так выглядит наша часть, так сказать, изношенная. И так вот выглядит наша часть, которая только новенькая. здесь вот все стоят новенькие железочки вот эти с нержавеечки. Все оно двигается. Раз нажал, видите, нажал, оно отходит обратно. Нажал, отходит обратно. То есть это вот и называется свободный ход ее, понимаете? И вот так вот когда у вас есть уже лучше не сделаешь. Ну в общем я не знаю. кто может откомментируйте как. Может быть у кого-то есть космическое образование. так ребята. Спасибо за просмотр. С вас лайки. И подписывайтесь на мой канал. Будет много еще интересного это сто процентов. Вот так вот. До новых встреч. С 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